Птица 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 Думайте, что это как-то их ослабляет. Беркут опаснее любого хищника в сто раз, ведь со скоростью полета, достигающей 320 километров в час, птица за дневное время успеет натаскать себе еды на несколько ночей вперед. Помешать ему никто не сможет. Птицы не осмелятся, а наземные хищники не достанут. Единственный враг Беркута – это люди, так как пернатый пугает скот-фермеров, из-за чего те могут начать на него охоту. Однако, если вы думаете, что беркут обитает везде и все ему поклоняются, вы ошибаетесь. Например, в Африке золотой орел распространен не очень широко, чего нельзя сказать о венциносном орле. Это огромное создание может поднять в воздух добычу, вес которой превышает ее собственный в 2-3 раза, а размах крыльев пернатого достигает 2 метров. В местном фольклоре даже рассказывается, что эти пернатые неоднократно нападали на детей. И в это легко поверить, поскольку добычей венциносного орла в основном являются отнюдь не мелкие червячки. Он волен охотится на антилоп и довольно крупных приматов. В этом ему помогают когти, которые больше, чем рука взрослого человека. А вот вам любопытный факт, как можно отличить эту птицу от остальных. В момент опасности, когда она напряжена и напугана, у нее на голове поднимается ряд перьев. Своеобразная корона или венец. Благодаря этой особенности венциносный орел и получил свое название. Дроздовые мухоловки Вот скажите мне, только честно, когда вы слышите это название, вы хотя бы немного боитесь. И хотя бы чуть-чуть представляете птицу грозной, опасной и так далее. Почему-то мне кажется, что вряд ли. А зря. Это создание перевернет ваше представление о птицах, поскольку маленькая дроздовая мухоловка на самом деле является ядовитой. Об этом узнали в конце прошлого века, когда у людей, контактировавших с птицей, через некоторое время стали неметь конечностей. Железы дроздовых мухоловок вырабатывают яд такой силы, который способен повалить сразу 800 мышей. Человек же от контакта с птицей вряд ли отправится на тот свет, зато неприятные ощущения и куча побочек будут ему гарантированы. Причем попасть под эффект их яда довольно легко, ведь им пропитана буквально вся птичка. Перья, кожа, внутренние органы, яд повсюду. А красно-черно-оранжевая палитра пернатого словно сигнальный флажок, намекающий об опасности. Интересно, что ученые до сих пор не могут понять, для чего именно этой птице столько яда и как она не калечит саму себя. Южноамериканская гарпия. Эта птица относится к семейству ястребиных. Она бывает в длину до 110 сантиметров, размах крыльев может превышать 2 метра, а вес достигать 9 килограмм. Однако эти немалые габариты отнюдь не то, почему вы узнаете эту гарпию из тысячи других птиц. Ее главная особенность заключается во внешнем виде. Создание является обладателем шикарных штанов в районе лап, небольшого, но красивого клюва и выразительных глаз. Если хищница настроена решительно, то она растопыривает перья вокруг головы, визуально увеличивая эту часть тела в несколько раз. Кроме этого, южноамериканская гарпия поднимает вертикально два пучка перьев, имитирующих рога. Приняв боевую стойку, птица становится похожа на инопланетное существо и может обратить в бегство крупного противника. Найти ее можно на территории от Мексики до севера Аргентины. Если вы увидите картину, где какое-то пернатое напало на дикобраза, муравьеда, ленивца или опоссума, а все остальные жители леса стоят вокруг и в шоке за этим наблюдают, поздравляю, вы наткнулись на бесстрашную южноамериканскую гарпию. Думаю, охота – это единственный вариант увидеть создание вблизи, так как гнезда гарпии обычно располагаются на самых верхушках деревьев, на высоте более 60 метров. Бородач. Перед вами огромная птица из все того же семейства ястребиных, получившая такое название из-за пучка волос, находящегося у нее под клювом. И хоть название создания звучит совершенно безобидно, на деле это тот еще мастер расправы с жертвами. Бородачу больше всего нравится лакомиться шкурой и костями, из-за чего он даже придумал особый метод трапезы. Чтобы добраться до сочного костного мозга, эти птицы бросают косточки с большой высоты прямо на каменные плиты. Иногда на обеденный стол попадают и черепахи, панцирь которых разбивается точно таким же способом. Время от времени бородачи охотятся на мелких млекопитающих, заглатывая их вместе со шкурой и костями. А еще, ровно так же как и охоту, ну разве что чуть-чуть меньше, бородачи любят полеты. Им не нравится садиться на ровную поверхность, поскольку с нее труднее взлететь, поэтому они либо парят в воздухе, разыскивая добычу, либо усаживаются на какой-нибудь обрыв, чтобы можно было с него прыгнуть и расправить крылья, разрезая ими чистый воздух. И еще один интересный факт про них, который тоже касается полетов. Среди бородачей умение летать применяется и для покорения дамы. В январе или феврале самец, заметив самку, со свистящим криком совершает перед ней акробатические этюды, надеясь своей ловкостью сразить ее на повал. Форуракасы Эти создания уже, к сожалению или к счастью, вымерли. Тем не менее, мы можем представить, какими они были много тысяч лет назад. Форуракасы выделялись среди остальных сородичей, массивным черепом и большим клювом. А рост птички мог достигать двух с половиной-трех метров. По мнению ученых, эта птица уверенно занимала главную строчку в пищевой цепи. Кости их головы были крепкими и жесткими лишь в вертикальном и продольно-поперечном направлениях, а в поперечном череп был довольно хрупким. Из-за этого форуракас не мог сцепиться с борющейся добычей. Единственным вариантом для этих птиц было забить жертву вертикальными ударами клюва, будто форуракас орудует топором. Хотя, привесив 300 килограмм, я бы на месте форуракаса особо ничего не придумывал. На очереди у нас самая большая из всех известных птиц отряда ястребообразных. Она жила в Новой Зеландии и вымерла в 15 веке нашей эры. Я говорю об орле Хааста, пернатом, который умерщвлял добычу особо длинными и сильными когтями. Они были способны даже переламывать кости. Орел, по-видимому, наблюдал за добычей с возвышенного места, например, с дерева, и с большой скоростью нападал на нее. Вес этого создания составлял от 10 до 14 килограммов, размах крыльев же не превышал 3 метров. Это примерно на 30-40% больше, чем одна из крупнейших современных хищных птиц, южноамериканская гарпия, о которой я уже рассказывал. Эти возможности и способности делали Хааста безоговорочным представителем верхушки пищевой цепи, но животное все равно вымерло. А произошло это из-за людей. Они просто охотились на беззащитных птиц Моа, являвшихся в то же время излюбленной добычей Хааста, из-за того, что огромная птица не успела быстро настроиться и адаптироваться к новым условиям, произошло вымирание вида. На этом мы с древними и ужасными птицами не закончили. Вот это создание называется Келленкен. О нем стало известно лишь в 1999 году, когда ученые нашли несколько фрагментов его костей ног и череп. Кстати, это родственник Фороракаса, о котором вы уже узнали. Келленкен относится к семейству Фороракасовых. Единственный найденный череп Келленкина составлял в длину 71 сантиметр, при этом более половины от нее, а именно 45,7 сантиметров, приходилось на клюв. Размеры головы Келленкина считаются самыми большими среди известных птиц. Предположительно, создание на бешеной скорости ловило жертву своим мощнейшим клювом и наносило ей летальные удары сверху вниз. Если же жертва оказывалась боевой и в это время сопротивлялась, Келленкин отпускал ее и повторял процесс. В борьбу он не шел, ибо был шанс сломать клюв. Мелким животным было достаточно одного удара клювом, после чего они теряли сознание, а Келленкин проглатывал их целиком. Более крупные жертвы подвергались серии ударов. Например, преследуя Копытных, Келленкин мог целиться в шею. Получив серьезные ранения, они умирали от потери крови, либо отставали от стада, и тогда хищник их добивал. Виргинский филин Все наши предыдущие гости являлись в свое время безоговорочными победителями в сражениях при дневном свете. Однако, как только солнце заходило за горизонт, баланс сил менялся, и они становились уже не такими грозными. Виргинский филин – другой случай. Он настоящий царь ночи. Эта свирепая сова обитает на территории Северной и Южной Америки. Птица достигает 50-60 сантиметров в длину, а размах ее крыльев достигает полутора метров. Вес же филина составляет около двух килограммов. Тем не менее, хищник может тащить добычу, чья масса превышает его в несколько раз. А если добавить, что животное охотится молниеносно и практически бесшумно, то даже крупная жертва ничего не может ему противопоставить. Когти виргинского филина настолько мощные, что при удачном попадании способны оставить несколько отверстий в черепной коробке добычи. А когда филин машет крыльями, он почти не издает звука, поэтому вы никогда не услышите его, если он пролетит над вашей головой или окажется позади вас. Помните, в начале выпуска я сказал, что орлы слабо видят ночью? Именно поэтому орлы, ястребы и другие грозные ребята становятся легкой добычей для виргинского филина. Вот такая вот природа. Ну а в комментариях напишите, какая птица вам показалась по-настоящему страшной и опасной. И спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!